Доброе утро! На дорогах местами снежный накат, гололедица. В Черкесске без осадков. Ветер северо-западный. 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 10-12. Днем от нуля до минус 2 градусов. Сегодня на улицу вышел Саврасов и стал рисовать бесконечное небо. И тополь гирляндами гнез припоясов укрыл ему ноги остатками снега. Эти строки из стихотворения «Сегодня на улицу вышел Саврасов» поэта Екатерины Кордюковой. Кроме стихов Екатерина пишет музыку, исполняет бардовские песни. В эти дни она приехала на отдых в Карачаево-Черкесию, курортный поселок Архыз. Нашему корреспонденту Светлане Акбаевой удалось встретиться с Екатериной. Доброе утро! Доброе утро! Екатерина, вы впервые в Архызе. Поделитесь своими впечатлениями. Доброе утро, Светлана. Я взбиралась и на гору, хотя я и не занимаюсь горными лыжами, но виды сверху, они, конечно, потрясают. И главное богатство — солнце яркое и никуда не скрывающееся, что, конечно, для жителей Средней России в зимний период достаточно редкое явление и ценное. Вы сюда приехали по работе или отдыхать? Я сюда приехала с творческой бригадой, которая и увлечена горными лыжами, и одновременно выступает, общается с публикой и пользуется и туристическими возможностями Архыза, и возможностями встретиться с новой публикой, с новыми зрителями. Екатерина, я знаю, что вы своё первое стихотворение написали в 13 лет. Все верно. Можете нам его прочесть? К сожалению, не помню. Я бы прочла вам лучшее стихотворение, которое как раз перекликается и с ожиданием весны, и с таким взглядом художника на мир. Сегодняшний день наречён Ренуаром безоблачно-синим и звонко-крылатым. Недаром они приходили, недаром расписаны стены больничной палаты, недаром весеннее небо открыто для песен, и взглядов, и солнечных нитей, и люди влюбляются сердцем умытым в воздушные замки повторных открытий. Что касается вашей бардовской деятельности, я хотела спросить, что легче, писать музыку или всё-таки стихи? Это очень индивидуально. Но для меня, конечно, легче стихи, потому что я с них начинала. Музыка присоединилась гораздо позднее. Сначала были стихи, были книги первые, было такое по молодости решение попробовать вступить в Союз писателей, и это удалось, что странно, потому что это всё-таки была тогда организация, вышедшая из советских времён и признававшая только уже писателей, которые создали себе имя. Но вот на переломе эпох порядки стали более либеральными, и мне в 23 года удалось стать членом Союза писателей России, что действительно для меня было неким этапом. А потом музыка возникла уже в период, когда я сотрудничала с композитором, с первым композитором, и он написал альбом романцев на мои стихи. И я подумала, почему бы и нет, я поняла эту кухню, как происходит написание музыки, и подумала, может быть, и у меня получится. И вот пошло, пошло, с тех пор я пишу и музыку. Но иногда, я занимаюсь такими интересными экспериментами, пишу стихи уже на готовые мелодии. Некоторым композиторам бывает сложно найти стихи, которые бы их устраивали. Они пишут красивые мелодии, но вот со стихами проблемы. И вот такое вот у нас сочетание с одним композитором. Я с ним уже сейчас дописываю один альбом вот в таком формате. На готовые же мелодии пишу их тексты. А сколько альбомов у вас уже вышло? У меня лично два альбома вышло, моих авторских. Один альбом романцев, о котором я уже упоминала. И вот два альбома я сейчас готовлю с другими композиторами, которые пишут песни и романсы на мои стихи. Я думаю, нашим телезрителям будет приятно услышать этим утром от вас произведение в вашем исполнении. ПЕСНЯ На этой позитивной ноте мы и завершим наше интервью. Спасибо вам, Катерина, за откровенные и добрые ответы. Спасибо, Светлана. Спасибо уважаемым зрителям за внимание. А мы выражаем благодарность руководству «Кафе Элия» за гостеприимство. А нашим телезрителям я напоминаю, что этим утром с нами была поэт-композитор, исполнитель бардовской песни Екатерина Кордюкова. Удачного всем дня! Это все, о чем мы успели вам рассказать. Приятного продолжения дня. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok